Нет, это не разрушенное войной здание. Это детский сад «Белочка» в селе Большой Зерентуй Нерчинско-Заводского района. 15 марта дошкольное учреждение, как и многие другие объекты, пострадало от урагана. Сильные порывы ветра сорвали кровлю. Часть крыши свисает с детского сада и в любой момент может обрушиться на головы прохожих. Дети не могут посещать учреждения из-за угрозы жизни и здоровью. С 15 марта детский сад не принимает детей. На сегодняшний день никаких работ по ликвидации последствий не проводится. У большинства из нас родители работающие, и поэтому отсутствие работы детского сада для нас большая проблема. Дошкольное учреждение в поселке единственное. Посещают его более 40 детей. Сейчас родители вынуждены оставлять их родственникам или соседям. А некоторые селяне и вовсе жертвуют своей работой из-за невозможности оставить детей без присмотра. Сотрудники детского сада тоже сейчас не в лучшем положении. Работать в аварийном здании никто не хочет. Детей принимать отказываются из-за риска обвала крыши. Неделя прошла, как пронесся ураган. Крыша висит. Детский сад не работает. Восстановительные работы не ведутся. Родители возмущены. Сотрудники остались без работы. Испокоены перспективой урезания зарплаты. Мы просим администрацию области обратить на наш детский сад внимание. На просьбы селян устранить последствия ураганного ветра районная администрация не отреагировала. Отказала в помощи. Со слов жителей поселка, глава района Евгений Первухин и два его заместителя настаивают на том, чтобы работники детского сада и родители сами занимались расчисткой крыши. Кровля упала не вся. Часть кровли осталась на здании. В данный момент остатки кровли, брусья, свисают в здание и представляют собой опасность. Как для работников детского сада, так, естественно, и для детей, которые посещают детский сад. Мы пришли к выводу, что нужно обращаться за помощью в районную администрацию, так как разбор кровли, которая осталась на крыше, не под силом нам. Дальнейшие действия пострадавших вполне очевидны. Есть глава поселения и есть глава района. Кто, как не они, обязаны взять ситуацию на контроль и как можно быстрее обеспечить детей дошкольным образованием. В телефонном разговоре с главой администрации Евгением Александровичем, с его замами, это Вадимом Михайловичем и Андреем Владимировичем, я от всех троих услышала один ответ. Мы вам ничем помочь не можем. Решайте свою проблему сами. Просите жителей, уговаривайте. В крайнем случае нанимайте алкашей, как было мне сказано. Нанимайте силу за свои деньги и решайте данную проблему. Мы вам ничем помочь не можем. Многим знаком такой ответ, не правда ли? Родители, сотрудники сада, почти все жители села утверждают, что помощи добиться от главы района не могут. И что же на такие претензии отвечают нам чиновники? Никакой помощи не могут от вас дождаться. А какую помощь-то там дожидаться-то? Необходимую информацию мы все сфотографировали, все отправили в Читу, ГОИЧС и на Гурулева. На сегодняшний день приезжали сметчики, составили дефектные акции, делают смету. Вы настаиваете на том, чтобы сами родители и сотрудники МДО этим занимались? Да там не сотрудники МДО, там вообще они неправильно все преподносят. Ну вы нам расскажите, как на самом деле это все происходит. Там получается, на крыше там осталось чаще кровли. Мы тут обратились в приезд караканский. Там большой кран надо, чтобы со второго этажа убрать это все. Но у нас единственный кран тут только в Каракане. Единственный кран и тот в неисправном состоянии. Когда починят и пригонят, сказать никто не может. Хотя по предварительным данным, работа по расчистке кровли займет не больше одного дня. И вообще, сотрудники детского сада рады бы сами устранить проблему и запустить учреждение в работу. Но беда в том, что весь штат состоит из женщин и очищать крышу от обломков они откровенно боятся. Уважаемые руководители, услышьте нас, пожалуйста. Увидьте нас. Мы ждем от вас помощи. Жители села надеются, что славный генерал и вице-премьер правительства Андрей Гурулев, на которого сослался глава района, сможет быстро решить проблему, найти рабочую силу, технику, время и деньги. Виктор Соловьев, ЗАП-ТВ